Перед вами картина «Пётр I. Император. Церемония в Троицком соборе». 1721 год. Ричард Ньюшем получил патент на ручной пожарный насос. Высочайшим указанием Петра I был создан Святейший Синод. Государь отменил в стране и церкви пост патриарха. Иоганн Бах отправил в подарок Маркграфу Бранденбург-шведскому цикл из шести музыкальных пьес. Ответа он не получил. А рукопись была случайно обнаружена в библиотеке Маркграфа только через сто лет и стала известна под названием «Бранденбургские концерты». Санкт-Петербург. Троицкий собор. Петру Алексеевичу 49 лет. 22 октября, в день празднования Нештатского мира, Петр принял поднесенный ему Сенатом и Синодом титул императора. Изменение титула правителя с царского на императорский было не следствием безмерного тщеславия и властолюбия Петра, а назревшей государственной необходимостью. После победы над Швецией и резкого усиления могущества России реальный статус страны изменился. Она уже не была второразрядной Московией, а вошла в число великих держав мира. Церемония поднесения Петру Алексеевичу императорского титула была оформлена как обращение Сената. Речь произносил канцлер Гавриил Иванович Головкин. В обращении сенаторы подчеркивали невероятные заслуги царя перед Россией и просили его принять новые титулы – «Отец Отечества», «Император Всероссийский» и «Великий». Петр принял новый титул и напомнил, что, надеясь на мир, не следует ослабевать в военном деле. Надлежит трудиться о пользе и прибытке общим, которые Бог нам перед дочей кладет, как внутри, так и вне, отчего облегчен будет народ. Подданные восторженно приветствовали Петра императора. Теперь и Россия стала империей. Перед вами картина Ксении Карпенко «Петр I. Император. Церемония в Троицком соборе», созданная для выставочного проекта «30 картин из жизни Петра Великого 2022». Продолжение следует… Продолжение следует...